В Берлин прибыл автобус с 31 беженцем из Сирии. Мигрантов отправили Ангел или Меркель власти городка в Баварии в знак протеста против ее иммиграционной политики. Беженцев негде размещать, в приютах не осталось мест, утверждают баварцы. В европейских СМИ это едва ли не главная новость дня. Мы связались с нашим корреспондентом Константином Гальденсвайгом. Добрый вечер. И как отреагировали на эту акцию протеста в Германии, расскажите. По-разному. Одни услышали в этом крик отчаяния, другие увидели эффектный политический жест. Петер Драйер, глава районного совета небольшого баварского городка Ландсхуд, утверждает, что ему больше негде размещать беженцев. Их там уже свыше двух тысяч. Еще в октябре он позвонил Ангеле Меркель и предупредил ее. Если канцлеру не удастся обуздать миграционный кризис, власти Ландсхуда будут вынуждены переправлять беженцев прямо в Берлин, непосредственно в ведомство канцлера. И вот спустя три месяца сказано, сделано. В первом автобусе, который сегодня приехал в Берлин, 31 человек. Все это сирийские беженцы. Де Юра, они уже признаны таковыми. Так что вправе свободно перемещаться по Германии. Но одновременно здесь же вдвое больше репортеров и телекамер. Здесь всем понятно, что этот пример лишь первый, но, вероятно, не последний. Ведь примеру Ландсхуда могут последовать еще сотни немецких коммун, на плечи которых и ложится расселение беженцев. Уже сейчас у нас в коммуне 450 соискателей убежища, которым разрешено остаться в стране. По закону я обязан вытащить их из приютов, дать квартиры. Но квартиры этих у меня нет. Люди станут бездомными. Нам срочно нужно социальное жилье. А в правительстве нас не хотят слышать. Если вы наприглашали этих гостей, то сами их и расселяйте. А не кричите всем добро пожаловать, чтобы спихнуть затем все на руководство деревень и городов. Так не годится. Меркель не справилась, и ответственность за это нести ей. Правительство в отставку. Автобус был в пути 7 часов, и когда к вечеру он приехал в Берлин, то в ведомстве канцлера самой Ангелы Меркель уже не было. Она, впрочем, успела возразить недовольным баварцам в том духе, что такое самоуправство с переселением мигрантов – это не выход. Ведь тогда, по этой логике, и самой Меркель придется перебрасывать мигрантов уже из Берлина, обратно в Италию и Грецию. Оттуда они опять побегут уже в Баварию, ну и так далее, с больной головы на здоровую. Что же касается этих сирийских беженцев, то, как выясняется только теперь, баварские политики им даже не объяснили, зачем они едут в Берлин. Лишь по дороге они поняли, что должны стать частью такой политической акции, и были настолько разгневаны этим, что многие даже не стали выходить из автобуса в Берлине. По-моему, региональные политики обязаны действовать, искать решения в той ситуации, в которой все мы оказались, а не выгонять беженцев куда попало. Мне бы хотелось, чтобы власти моего города проявляли сознательность, а не популизм. Ну а пока политики упражнялись в красноречии, обычным рядовым берлинским чиновникам в том самом злополучном автобусе пришлось решать, как быть с этими сирийскими беженцами. Ведь не секрет, что именно в Берлине, среди всех прочих немецких земель, ситуация с расселением мигрантов самая критическая, самая хаотичная. Но вот пока что на ближайшую ночь за деньги самого Петра Драйера этих мигрантов расселят в одной из гостиниц, и таким образом все фигуранты этой истории выходят из нее, не потеряв лица пока что. Что будет дальше, неизвестно, но вот давление на саму Ангелу Меркель продолжает расти, и в том числе уже со стороны ее однопартийцев. Сегодня они заявили о том, что необходимо, чтобы Меркель достигла планки в одну тысячу беженцев, высылаемых из страны ежедневно. Как достичь этой цифры на деле, не сообщается. Спасибо Константин Гальденсвайк о необычной акции протеста в Германии по поводу эмиграционной политики канцлера Меркель.